Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорбых нерима мы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. 20 лет назад, 15 февраля, в день Сретения, было рождено Свято-Пантелеймоновское Сестричество Милосердия. Но так получилось, что именно в этот день первые сёстры откликнулись на призыв священника о необходимости помочь больным и медперсоналу в одной из городских больниц. И вот первые сестрички организовались в группу Милосердия. Такое зёрнышко, которое упало, ну, будем думать, на добрую почву, потому что сейчас это большое дерево с разными веточками, с разными служениями, с разными листочками, плодами. И это уже не две-три сестрички, это уже около 80 человек, которых объединяет Сестринская община. Вообще 20 лет — это большой срок для церковной организации. И мы за это время видели, как и возникали какие-то церковные проекты, и потом как-то они заканчивались. И какие-то существуют, и больше времени существует, и слава Богу. Но у нас есть наш опыт. И, наверное, первые годы сестричество было необходимо как, ну, специальный инструмент, что ли, хороший, замечательный, как мы называли, отряд специального назначения, когда собирались женщины и одинокие, и семейные. И в этом тоже особое отличие от прошлых сестричеств, потому что раньше, ну, в какие-то трудные моменты для Отечества были какие-то призывы, и приходили или сердобольные вдовы, так назывались, общины сердобольных вдов, или девицы в Марфо-Мариинскую обитель, которые, ну, видели дальнейшее свое развитие в монашеском служении. А вот так, чтобы семейные сестры находили время для служения, такого, наверное, ну, в общепринятой церковной практике не было. И, несмотря ни на что, мы рискнули пойти вот этим первым путем, и, конечно, никогда об этом не пожалели. Сначала была необходимость помогать людям, но постепенно как-то выкристаллизовывалось то, что это не просто какая-то боевая единица, которую нужно собрать, настроить, обучить и на передовой фланг отправить. Постепенно понимали, что это община сестер, у которых, конечно, есть одна из форм служения — это служение милосердия, но этим не ограничивается. Потому что сестрой милосердия может быть и певчая, и преподаватель воскресной школы, и бухгалтер церковной организации, и киоскер, и специалист по информационному сопровождению, что если человек не несет непосредственное служение у постели больного, это не может быть препятствием для вхождения в сестринскую общину, потому что объединяет сестер желание совместной жизни во Христе, молитвенной, церковной, приходской, в совместных мероприятиях, в паломнических поездках, в общениях с духовником, в духовном чтении. То есть есть определенная организация общинной жизни, которая сплачивает вот этот сестринский дух, сестринскую общину и становится уже чуть больше, чем инструмент социального служения. Ну а потом, когда приходили новые сестры, мы с ними разговаривали уже на тот предмет, что когда человек хочет научиться приобрести какие-то качества, ну, например, научиться молитве и послушанию, он ищет место, ищет ту атмосферу, в которой можно этому научиться. И для себя находит определенный монастырь, монашескую общину, где хорошо это развито. Если человек, например, хочет научиться сестринскому служению или такой христианской, приходской жизни в сестринской общине, развить внутри себя определенные качества, не уходя, ну, по определенным причинам в монастырь, он находит вот атмосферу сестринской общины. И как-то это прям ложится на сердце, потому что, с одной стороны, человек сохраняется в обычной своей жизни и не уходит от обязанностей в семье, от послушания в социальной жизни. И в то же время появляются дополнительные шаги, усилия, усердия для формирования каких-то духовных сторон Личности. И вот 20 лет общине сестер Милосердия под покровом святого великомучника и целителя Пантелеимона. Я хочу поблагодарить от всего сердца всех старших сестер, которые периодически несли этот тяжелейший труд послушания в организации и администрировании, и управлении сестринской общиной, которые помогали, заботились. Я хочу поблагодарить всех сестер, которые сейчас находятся за штатом, ну, по причине, по разным причинам, и по возрасту, и по семейным обстоятельствам. Но связь со всеми сестрами обязательно сохраняется через молитвенное единение. Потому что каждый день во время литургии мы вспоминаем всех наших сестер и нынешних, и в прошлом потрудившихся, и уже ушедших в вечность, или перешедших в монашеские общины. И это тоже часть, удивительная, прекрасная часть нашей жизни. Дорогие сестры, с днем рождения сестричества! И пусть Господь за молитвы Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона каждый из вас дарует Царство Небесное! Господи сил, помилуй нас!